По поручению председателя Краевого парламента Игоря Лиханова на общем собрании Парламентской ассоциации Дальний Восток и Забайкалье были озвучены предложения по стабилизации топливного рынка всего макрорегиона. В ходе видеоконференции вице-спикер Краевого парламента Юрий Кон подчеркнул ярко выраженную специфику ДФО в обеспечении нефтепродуктами. Сразу после диалога с коллегами и представленными предложениями он поделился и с журналистами. Вы знаете цена в НДС и у нас сидит 20%. Мы внесли с предложением, согласились представителями союза АЗС и предложили 10%. Что касается отдаленности, вы понимаете, что в Дальнем Восточном федеральном округе всего два нефтеперерабатывающих завода. Есть предложение субсидировать 50% железнодорожного тарифа. Ставка НДС присутствует в каждом чеке и ложится бременем на покупателя. А рост акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо увеличился в полтора раза. Реализация топлива в крае производится по ценам, значительно превышающим среднероссийские. Как следствие, высокие розничные цены. Ближайший нефтеперерабатывающий завод находится в Ангарске. Оптовая закупка и двухнедельная транспортировка формируют стоимость. Поэтому еще одной мерой воздействия Юрий Кон назвал совершенствование демпфирующего механизма, когда нефтяникам компенсируется часть упущенной прибыли от продажи бензина и дизтоплива за рубежом. Парламент предложил вернуть нижнее пороговое значение, когда демпфир бы обнулялся. Это будет стимулировать Роснефть, Лукоил и другие компании снижать цены. Свои АЗС ставят вдоль федеральных трасс и фактически не заходят на территорию, отдаленные от областных краевых центров. В связи с этим АЗС, которые входят в эти дальние точки, это местные. Так вот, эти местные, так сказать, АЗСники, они не могут конкурировать по ценам с венками. В связи с этим, вот этот союз России, они предложили несколько вариантов для того, чтобы обратили внимание правительство Российской Федерации. Этот вопрос был рассмотрен и единогласно все 11 субъектов проголосовали для того, чтобы такое обращение было принято. Члены парламентской ассоциации единогласно поддержали аргументы забайкальских законодателей. Отсутствие конкуренции на рынке топлива одинаково не устраивает все регионы. Итоговый документ – коллективное обращение дальневосточников, которое ляжет на стол заместителя председателя правительства Российской Федерации, полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Мы выходили на губернатора Забайкальского края с подобными предложениями. И мы знаем, что и он выходил на Российскую Федерацию с этими предложениями. Но пока мы не получали отлика. За наше предложение проголосовали все 11 субъектов парламентской ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья очень большим достижением. Потому что с предложениями мы выходим уже давно, и вот такого прорыва еще не было.